Он уже никогда не увидит ни отца, ни бабушку, но станет достойным продолжением рода. В Запорожье воины полка Азов встретили из роддома супругу своего погибшего побратима с новорожденным ребенком. Мальчика назвали именем, который успел выбрать отец Илья. Это третий ребенок в семье. Там растут еще две дочки. Татьяну, которая на днях родила сына около роддома, встречает побратима ее супруга. Спасибо всем, что пришли. Я не ожидала, честно, только детей ждала. Большое спасибо всем. У меня впервые такая выписка. Третья беременность стала для Татьяны тяжелым испытанием физическим и моральным. Женщина радуется, что дала жизнь новому человеку. И в то же время грустит о погибших родных, которых потеряла на Азов Стали. Отец мальчика Алексей был героическим воином из полка Азов. Бабушка Наталья работала психологом. И муж, и мама Татьяны погибли, защищая Мариуполь. Женщина не знает, при каких обстоятельствах потеряли жизнь ее родные. Там очень тяжелая ситуация. Они не могут отследить каждого погибшего. И не могут сказать семьям, как погибли их родные. Поэтому мы просто ждем, пока ничего не знаем. Малыша назвали Ильей. Такое имя сыну выбрал отец. Алексей для многих был примером. Его мужество и смелость вдохновили племянницу в будущем стать военной. Я мечтала пойти по его стопам. Я хотела бы быть или снайпером, потому что с меткостью у меня все хорошо. Или что-то связанное с техникой, потому что мой дядя был связан с тяжелой артиллерией. Мне это нравится. Я этим увлекаюсь. У Ильи две сестрички. Они знакомятся с братиком. Помогать Татьяне, воспитывать трех детей обещают и побродимые Алексея. Когда сын подрастет, Татьяна расскажет ему о том, какими были его отец и бабушка.